Всем добрый день, с вами Боргерская компания Кельфинанс, меня зовут Дмитрий Шагардин, я представляю вашу внимание на наш традиционный дневной видеобрифинг под рабочим названием своей позиции. Начинаем, как всегда, в 12 часов по московскому времени. Напоминаю, что среди всех мероприятий нашей компании можете ознакомиться на сайте BrokerKF.ru. Запись всех видеобрифимов помимо нашего сайта выкладывается на официальном канале на нашем youtube.com.brkf+. Не забываем посещать наши многочисленные странички в социальных трейдерских сетях, где вы можете увидеть очень часто нашу реакцию на те или иные события, происходящие на рынке. Сейчас переходим к рабочему столу, обсудим ситуацию на мировых фондовых площадках и, в общем, много чего сегодня будем обсуждать с вами. Должно быть интересно. Итак, традиционно начинаем с описания ситуации на европейских фондовых рынках. В площадках Eurostox 50 индекс динамики акций 50 крупнейших европейских компаний сейчас теряет 0,3%. Хуже рынка смотрятся акции испанских компаний теряют 0,8%. Азия закрыла сегодня в символическом плюсе. Фьючерсы на американские индексы сейчас находятся на отрицательной территории, теряют 0,2%, ну почти что 3 по всем индикаторам. Сентябрьский фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 после бурного роста в прошлую пятницу сейчас такую флэтовую динамику показывает и не растет особо и не падает. В общем, 1350 пунктов его текущее значение. В общем, здесь все на самом деле стабильно, без каких-либо моментов настораживающих. Нефть марки Brent, пробившая уровень в 100 долларов за баррель в прошлую пятницу, сейчас торгуется с легким понижением на 0,2%, 102,1% его текущее значение. В общем, здесь тоже все достаточно спокойно, позитивно и каких-то слишком уж страшных явлений я сейчас лично не вижу. И валютный рынок говорит нам следующее, что против американского доллара сейчас растут такие валюты, как южнокорейская вона, японская иена, доллар Новой Зеландии, Сингапура. Австралийский доллар в нуле стоит, бразильский реал в нуле стоит, канадский доллар тоже в нуле, евро в символическом минусе на 0,16%, текущее значение европейской валюты 1,2220, 1,2230. Ну, в общем, тут тоже все спокойно. Ну, в общем, тоже валютный рынок, таких четких сигналов, каких-то явных говорящих в пользу роста, в пользу падения, ничего такого нет. Экономический календарь на сегодняшний день выглядит следующим образом. Сейчас я сделаю свои настроечки. Итак, на что стоит сегодня обращать внимание? Это, прежде всего, данные по индексу потребительских цен еврозоны. Данные выйдут за июнь. Смотрим на значение год в году. Целевой уровень инфляции от ЕЦБ составляет 2%. Сейчас инфляция находится на уровне 2,4. В общем, данные действительно очень важные будут для понимания будущей политики Европейского Центрального Банка, который, скорее всего, продолжит понижение процентных ставок в ближайшей перспективе. Об этом чуть позже с вами поговорим. Далее переходим уже к вечеру. Данные придут нам из США. Индекс Empire State Manufacturing – это первый из индикаторов региональных американских, которые публикуют свою статистику за июль. Индекс Empire State – это индекс деловой активности и промышленности Нью-Йорка. В 16.30 будет опубликовано его значение. Рынок ждет более-менее оптимистичное значение. Есть, так можно назвать, 4 пункта против 2,3 зафиксированных. В июне месяце картинка по индексу Empire State выглядит следующим образом. Для него ключевым уровнем является ноль, который отделяет рост деловой активности от падения. Мы видели очень сильный рост показателя деловой активности промышленности региона Нью-Йорк, начиная с осени 2011 года. Довольно бурный. Максимум были зафиксированы в районе 20 пунктов. После чего динамика ухудшилась по этому индикатору и сейчас где-то вблизи нулевых отметок он находится. В общем такой сигнал достаточно важный, достаточно интересный. И в течение двух недель мы будем получать статистику по другим промышленным регионам. По Филадельфии будет следующий релиз, по Чикаго, по Далласу, по Канзасу и так далее. И на фоне этих публикаций сможем сформировать ожидания уже по индексу ISM Manufacturing, по общему национальному индексу деловой активности, который публикуется в первых числах каждого месяца. Кроме данных по Empire State, сегодня крайне важны будут цифры по динамике объема розничных продаж в США. Главная цифра говорит нам о том, что в июне розничные продажи выросли на 0,2%, против падения на 0,2% в июне месяце. Без учета продаж автомобилей, как ожидается, розничные продажи вырастут на 0,2%. Кроме этой статистики, сегодня надо обращать внимание на долговые аукционы. Сегодня французы в 17 часов проведут долговый аукцион, будут размещать 4-летние бумаги долговые в объеме 4 млрд евро. Это трехничные векселя. И товарные запасы 18.00. Статистика не очень важна, но тем не менее обращать на себя внимание, если продолжится рост запасов на американских кладах. В общем, будет не очень хорошо, наверное, все-таки. Так, дальше, 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 дальше. Да, в общем-то все. На этой неделе ожидаем статистики по России и по Китаю. Также точного релиза нет времени этих публикаций. Инвестиции, точнее, прямые инвестиции иностранные в китайскую экономику. Будем ждать цифры с большим нетерпением. Очень важные данные. Данные по промышленному производству России выйдут на этой недельке с 16-17 числа. То есть сегодня-завтра в любой момент могут выйти. Также очень важен для России, безусловно. И индекс цен производителей российских, который также будет иметь огромное значение. Ну, вот анализы из-за того, что в июне цены снизятся. Довольно неприятное снижение. Падение цен производителей говорит нам о том, что деловательность промышленности в нашем случае России снижается. Кроме этого, сегодня в любой момент, в общем-то, может выйти статистика от Всемирного банка, точнее, не Всемирного банка, от МВФ, который, в общем-то, выпустит свой релиз по глобальному росту, по росту глобальной экономики. Релиз намечен на 17-30 часов по московскому времени. Вот как раз здесь все это видно. Будем с нетерпением ждать этой статистики. И вот в 17-30 может быть какой-то рост волатильности, если уж слишком сильно пересмотрят МВФ прогнозы по росту мировой экономики. Так что будем ждать с нетерпением этих цифр. Запомните, в 17-30 выйдет эта статистика. Таким образом, день будет достаточно интересным. Очень важная статистика выходит сегодня по индексу потребительских цен еврозоны, Empire State по США, Родичные продажи по США. И релиз прогноз МВФ по глобальной экономике в 17-30 по московскому времени. Так что день будет достаточно насыщенным. Будьте внимательны. Кроме этого, напомню, что завтра у нас будет выступать господин Бен Бернанке перед Конгрессом. И в среду он также продолжит свое выступление. Полугодовой отсчет по состоянию американской экономики. В общем, здесь я выражу свое мнение. Не стоит ждать никаких намеков на запуск новых стимулирующих программ. Скорее всего, Бен Бернанке укажет Конгрессменам на то, что им самим пора заняться экономикой. И, в общем-то, принимать какие-то строгие и жесткие меры для того, чтобы смягчить эффект от фискального обрыва. Фискальные скалы по-разному называют. Это автоматическое сокращение госрасходов, которые принесут в размере, по-моему, 720 миллиардов долларов. Очень серьезный может быть провал. И все это надо срочно решать. И, по всей видимости, конгрессмены ничего не хотят делать в преддверии выбора президента США, который состоится в ноябре 2012 года. То есть там вопросы очень сильно затягивают. Точно так же затягивают, как это было в прошлом году, когда S&P в конечном счете понизило кредитный рейтинг США из-за вопросов по планке госдолга. Так что все впереди. Очень, может быть, волатильное у нас осень это. Так, давайте дальше перейдем к монитору европейского долгового кризиса. Здесь ситуация достаточно стабильная. Немножко подрастает доходность по 10-летним испанским бандам. 6,7%. И по Италии здесь нулевая динамика. В общем, здесь без каких-либо сильных движений. Что касается ситуации на коротких бумагах, то здесь по всему спектру долговых бумаг европейских наблюдается. Отрицательная динамика по доходностям, то есть доходности снижается. Ну что можно отметить здесь, судя по этому графику, доходности по двухлетним нотам таких стран, как Нидерланды, таких стран, как Германия, находятся на отрицательной территории. Реально на отрицательной территории. В общем, там по многим странам на самом деле такая же ситуация. По Бельгии тоже практически на отрицательной территории. По Франции та же ситуация и по Великобритании. Все ставки по двухлетним нотам почти что на отрицательных территориях. Вот такая вот интересная картинка. Так, про это мы тоже сказали. Ну, в общем, тоже на долговом рынке все достаточно спокойно. Никаких таких прям очень сильно негативных тенденций я бы не вижу. И их по ходу дела не предъявится сегодня. Так, дальше давайте посмотрим картину, которая складывается с ЕЦБ. Мы с вами обсуждаем эту картинку уже два последних дня. Я напомню, что в прошлый четверг очень резко упали депозиты на счетах ЕЦБ. Все это связано с тем, что на позапрошлой неделе Европейский странный банк снизил ставку по депозитам на счетах ЕЦБ коммерческих банков с 0,25% годовых до нуля. Все это вынудило коммерческие банки европейские выводить средства из этих депозитов. И в результате за один день буквально с депозиты ЕЦБ с 800 миллиардов евро вырухнули до уровня 350 миллиардов евро. Практически на 500 миллиардов было снижение единоразовое. Очень сильное такое знаковое событие было для рынков, для евро в целом. И с чем это все связано? Куда же ушли деньги ЕЦБ? На самом деле никуда они не ушли, ни на какое кредитование экономики. Часть денег, конечно, ушла на покупку бандов, но тем не менее все деньги с депозитов ЕЦБ просто ушли на текущие счета коммерческих банков. Сейчас, видите на экранах, график красной линии изображен. Это как раз таки текущие счета, по которым, естественно, никаких процентов ЕЦБ не начисляет. И, судя по всему, по этим депозитам минимальные ставки по обслуживанию у ЕЦБ находятся. При том, что, по всей видимости, затраты на хранение денег на счетах ЕЦБ, на депозитах ЕЦБ, процент по которым был понижен, все-таки расходы на содержание этих счетов немного выше. Поэтому тем и условием, что никакого смысла на депозитах теперь держать деньги не имело смысла, банки просто перевели их обратно на свои текущие счета. То есть деньги за пределы ЕЦБ никуда не ушли. Но я здесь учел небольшую разницу между падением средств на депозитах и средств на текущих счетах. В общем-то там разрыв где-то в 50 миллиардов евро нарисовался. Я думаю, что часть этих денег все-таки на долговой рынок европейский пошло, потому что там хоть какую-никакую доходность можно получить, если покупать европейские банды. Там ставочки все-таки повыше, чем ноль. Так что никуда деньги не пошли. Будем продолжать следить за ситуацией более внимательно в ближайшее время. Так, и о чем хотел еще поговорить. Выходила сегодня статистика по испанскому банковскому сектору. В общем-то статистика довольно удручающая. По-прежнему продолжает кредитоваться активно очень Центральный банк Испании у ЕЦБ. И согласно данным на июнь 2012 года общий объем кредитования Центрального банка Испании у ЕЦБ составил 337 миллиардов евро. Ну давайте график посмотрим. Здесь все очень хорошо видно. Зависимость банка Испании от денег ЕЦБ. Историю графика вот мы видим. Давайте посмотрим с 2011 года. Если в начале 2011 года заимствование банка Испании у ЕЦБ составляли примерно 50 миллиардов евро, то с середины 2011 года по текущий момент объем заявок вырос до уровня 337 миллиардов евро. Это огромное значение на самом деле, очень большие суммы по меркам всей банковской системы Испанской. И важен тот факт, что этот график экспоненциальный рост пока не замедляется. И я надеюсь, что в июне ситуация немножко изменится по испанской банковской системе, но нет. В общем-то по-прежнему очень напряженная ситуация там наблюдается. Это все-таки, наверное, негативная новость. И я бы ее так расценивал, потому что действительно очень неприятно. Также здесь статистика у нас есть по Португалии. Здесь по всей видимости тоже в июне несколько вырос объем кредитования у ЕЦБ. Вот так называемый Gross Lending. Это цифра, которая включает в себя так называемые долгосрочные кредиты. Ну это вот те самые ЛПРО плюс некоторые другие программы, которые осуществляют ЕЦБ в рамках фондирования банков периферии. Здесь тоже вижу, что цифры по Португалии подросли относительно мая. Это негатив по Италии. Я тоже вижу цифры подросли. Это тоже негатив по Ирландии. Цифры снизились. По Франции цифры в районе 33 миллиардов находятся, особо не меняются. По Бельгии цифры снизились. То есть по некоторым странам некоторое улучшение ситуации наблюдается. То есть фондирование страны ЕЦБ снижается. А вот по таким странам депрессивным, как Испания, Португалия, Италия, в общем по-прежнему приходится ЕЦБ большим объемом кредитовать центральные банки вот этих периферийных стран. То есть здесь зоны риска все-таки опять такие существуют и напряженность по-прежнему сохраняется. Ну и чем я хотел бы закончить наш сегодняшний видеобрифинг. Через часа два постараюсь подготовить материал по политике крупнейших центральных банков. на 50 миллиардов фунтов. Это центральный европейский центральный банк ЕЦБ, который понизил ключевую процентную ставку, который понизил ставку по депозитам на счетах ЕЦБ, которые мы сейчас обсуждали. Это банк Южной Кореи, который понизил уровень ключевой процентной ставки в первые 2008 года. Это банк Бразилии, центральный банк Бразильский, который понизил ключевые процентные ставки до минимумов с 2008 года. Китайский народный банк, который вместе с ЕЦБ и Банком Англии в один день также понизил ключевые процентные ставки. Все это говорит о том, что начался еще один виток глобального смещения монетарных политик. И в конечном счете все это будет иметь отражение на стоимости рискованных активов. В принципе стоит ожидать позитивной динамики на риск в связи с таким шагом крупнейших центральных банков. Но все это имеет отражение лишь через несколько месяцев. Так сразу реакции с рискованных активов не последуют, безусловно. Так что ждите материал, я надеюсь будет достаточно интересно. Там очень красивые графики будут и очень интересный плюс. Хотел бы напомнить о том, что буквально на прошлой неделе я закончил очень большой материал. На сайте brokercap.ru вы можете с ним ознакомиться. Он сейчас поставит новости на седьмого статья. В это гуральный взгляд. Из баланса Таргет-2. Симптомы и следствие кризиса. Рассмотрел я платежную систему межбанковскую, европейскую под названием Таргет-2. Что это такое и с чем это едет, как говорится, можете как раз в этой статье ознакомиться. Очень большая там страница на десять. Плюс, если есть какие-то вопросы, то большое довольно-таки обсуждение по этой теме прошло у меня на моей странице в живом журнале по этой системе Таргет-2. Я тоже материал выложил туда, помимо сайта. И там, соответственно, участники, которые являются моими друзьями, как говорится в живом журнале, спрашивают некоторые вопросы. Я старался на них отвечать. Я надеюсь, что вам поможет тоже моя страничка в ЖЖ для понимания вот этого материала, который был опубликован достаточно большой, достаточно интересный. И который открывает многие, дает ответы на многие вопросы, связанные с финансированием периферийных стран европейских со стороны ЦБ, со стороны немецкого Бундесбанка. В общем, смотрите, изучайте. Если будут вопросы, обязательно задавайте их мне потом в чате в наших многочисленных видеобрифингах. На этом будем завершать наше дневное мероприятие. Всем большое спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в чате. Всем удачных торгов, будьте аккуратны и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok